Это проект Смотри Хабаровск в студии Полина Овчаренко. Культура России как значимая часть, естественным образом вплетающаяся в мировую культуру, должна продолжать развиваться на своей собственной базе. Такое мнение о развитии российской культуры высказал президент страны Владимир Путин на пленарном заседании форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Воплощение этого вектора развития в театре мы обсуждаем сегодня с одним из тех, кто вернулся с форума. У нас в гостях директор и художественный руководитель Хабаровского краевого театра драмы, заслуженный работник культуры России Николай Евсеенко. Николай Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, театр драмы, на мой взгляд, это одно из тех мест, где как раз искусству в России удается удачно сочетать развитие с опорой на свою собственную базу. Как, собственно, театру драмы это удается? Как и многим другим театрам в нашей стране. Надо понимать, что такое собственная база. Собственная база – это площадка, на которой мы работаем. Это наша площадка. А если брать внимание, все-таки база театра – это литература, прежде всего, драматургия. То, что касаемо драматургии, то у нас разные векторы. То есть это не только российская драматургия, советская и русская, современная, но и классика, в том числе и неклассика, зарубежная. То есть все-таки мы стараемся как-то диапазон, что называется, произведений расширить. Это не только российская культура, российская литература. Собственно говоря, президент и об этом тоже сказал. Как удается театру привлекать нового зрителя? Понятно, что под каждое новое поколение приходится переизобретать какие-то формы повествования, какие-то формы подачи материала, при этом эту самую базу, о которой говорил президент, о которой мы с вами уже начали говорить, сохранять. Вот какие здесь пути удается найти? Я бывала на многих спектаклях театра драмы, и мне кажется, что вот эта какая-то тонкая, едва уловимая грань, она вами соблюдается отлично. Как? Как это получается? Переизобретать каждый раз новое, сохраняя при этом старое и незыблемое. Надо понимать, что такое переизобретать, что такое новое, что такое старое на самом деле на театре. Принципы работы театра, они, собственно говоря, далеко не новые. Еще во времена фараонов театрализация присутствовала, и принципы были, в общем-то, те же самые. Но, кстати говоря, здесь на форуме тоже обсуждалось, в том числе и культура, и принципы, и подходы работы, и система Станиславского, в том числе, на которую все-таки опирается большинство театров, не только России, но и мира. Но это вот база. А что касается нового зрителя, то, что вы сказали, и новый, и старый зритель, он идет за впечатлениями, за эмоциями, прежде всего. И вот, то есть мы, театр, это от души к душе. И вот если ты где-то зацепил какую-то нотку, тогда ты результата добился. И если в зале отклик возник на твою работу, тогда, значит, твоя работа удачна, и все, собственно говоря, на этом. Основной принцип – как-то попасть в человека. Подходы могут быть разные, поскольку люди тоже разные. Вы сказали о новых поколениях. Но дело в том, что и новое, и старое поколение – все хотят ходить в театр, и все хотят видеть, но каждый хочет свое. И вот здесь очень важен баланс. Поэтому мы стараемся соблюдать баланс между разным зрителем, между разными поколениями и разными желаниями. Кто-то любит драму, кто-то любит трагедию, кто-то любит комедию. И большинство все-таки, правда, любит комедию, конечно, но есть такой вектор. Но, тем не менее, зритель, повторюсь, разный. И отсюда и репертуар абсолютно разный. Что насчет каких-то новых форм жизни театра на сцене, насчет новых каких-то технологических решений, каких-то новых эффектов, визуальных эффектов, которые видит зритель? Вот насколько их уместно сейчас вплетать в векторе сохранения традиций русского психологического театра? Ну, вы как раз взяли, собственно говоря, одну из тем, форма, да, которая очень активно обсуждалась, даже дискуссия была на эту тему. Искусственный интеллект, значит, вообще технологии в жизни театра. Я, понимаете как, я за технологии, но я против того, чтобы технологии заменяли человека. Все-таки театр и наше искусство, оно о человеке, и ради человека, и для человека. Вот, строго говоря, на форуме, как раз дискуссия вокруг этого очень активно и шла. Причем и не только в театре, но и в музейные, в музее технологии применяются. Мы там видели замечательную выставку в Эрмитаже, в мраморном зале, сплошь технологическую, что вот для меня, допустим, но я не принял такую манеру, да. Вот, что касается технологий, ректор Гитиса Заславский на эту тему тоже высказался, что все-таки мы-то о человеке. Наше искусство все-таки о человеке, про человека, для человека и с человеком. С моей точки зрения, технологии – это только средства, средства, средства поддержки. А основная база – это все-таки человек. Актер или режиссер? Ну, и то, и другое. У нас часто звучат противопоставления. Актер, режиссер, директор и так далее. Их слишком много. Я думаю, что эти дискуссии, они искусственно подогреваются. Вместе с тем, может быть, это и хорошо, как бы подогревать интерес к театру с такой точки зрения. Но на самом деле это искусственное разделение, потому что все-таки театр искусства синтетическое. Здесь и литература, и музыка, и режиссер, и артист. Просто у каждого свои средства выразительности. Каждый владеет своей профессией. И вот если эти профессии сходятся, да, ну, ключевой человек, конечно, в создании спектакля – режиссер. Поскольку он сводит все нити воедино, но без хорошего артиста ничего произойти не может. То есть через артиста идет воплощение. Ну, а технология – это средство поддержки, да, средство выразительности дополнительное. Ну, которое может иногда где-то помочь артисту, иногда скрыть какие-то пробелы в выразительности актерской. Иногда наоборот. Поэтому, ну, мне кажется, вот так. Почему я, собственно, задала вам этот вопрос, актер, режиссер? Хотела узнать ваше мнение насчет того, насколько позволительно по-разному трактовать, может быть, даже изменять материал, с которым, на мой взгляд, театр драмы работает вообще больше всего, материал русских классиков. Как корректно с ним себя режиссеру повести, на ваш взгляд? Ну, режиссер, профессию режиссера входит толковать автора. И поэтому, но с этим надо обращаться относительно осторожно, да, потому что, особенно с классикой. Он потому и классик, что в течение долгого времени выкристаллизовалось его произведение и идея. Вот. Трактовка, интересная трактовка, этим режиссер интересно и отличается. Но осторожность должна быть в следующем. Мы не можем переиначивать классикой, перелицовывать. Потому что, если человек написал определенное произведение, он написал его на определенные темы, то, естественно, мы должны это произведение и создавать. Потому что, если мы его переиначим, переписываем, тогда это уже не классика, это произведение другого автора. Тогда это либо по мотивам, либо, скажем, собственное новое произведение, но никак не тот автор, которого мы берем. То есть, изменять какие-то, делать какие-то существенные сюжетные перестановки, на ваш взгляд, это недопустимо, если мы имеем дело с произведением другого автора и берем на себя ответственность ставить его на сцене. Мы ведь взяли автора с определенной фамилией. Мы взяли определенное название. Человек создал произведение, он о чем-то написал. Мы, театр, режиссер, имеем право трактовать. И, может быть, вытаскивать какие-то новые и иные смыслы, по-иному трактовать это произведение. Но мы не имеем права его отменять, зачеркивать, перечеркивать, менять сюжетную линию, менять текст и так далее. Потому что тогда это уже другой текст, другого автора. Тогда мы должны выносить свою фамилию, как говорится, во главу и говорить, что это наше произведение. То, что в России сейчас становится все меньше западного искусства, это как-то отразилось на театре драмы. Вы ощущаете вообще, что это отразилось? Ну, я не знаю, что такое меньше или больше западного искусства. Понимаете, мы ведь работаем с конкретными авторами, с разными. Но у нас действительно есть проблемы с западными авторами, потому что есть такое понятие, как авторское право. Это как раз и отсылает нас к тому предыдущему вопросу. Потому что если мы его нарушаем, переписываем, то сразу уже следуют санкции, если человек жив, и он как бы следит за своим произведением. Вот так и в этом случае. Поэтому мы не имеем права взять, если нам запретили играть это произведение. Поэтому в этом смысле, безусловно, ограничения имеются. Сказать, что это сильно существенным образом на нас сказывается, я не скажу, потому что все-таки палитра, особенно у драматического театра, она большая. Произведений очень много и российских, и зарубежных авторов. Есть классика бессмертная, которая уже как бы не подлежит, скажем там, авторскому праву и цензу такому, как современная литература. Определенные ограничения, безусловно, есть. Это в большей части касается современной литературы. Что касается произведений русских классиков, то сейчас театр драмы готовит премьеру «Калина Красная» по мотивам Василия Шукшина. Как идет подготовка, когда, собственно, мы увидим эту премьеру? Премьеру мы увидим скоро. Подготовка идет полным ходом, что называется. Вот сейчас активно идут репетиции. У нас интересный режиссер Михаил Лебедев, он достаточно известен, этот человек. Собственно говоря, он у нас уже работал. У нас идет его спектакль, идет очень неплохо и давно. Ну, мы, можно сказать, уже приближаемся к завершающей стадии. Я надеюсь, что это получится. Да, это классика, это советская классика. Это то, чего, с моей точки зрения, у нас в театре еще как бы не хватало. Да, советской классики. Мы так достаточно активно работаем. У нас много взято разных произведений. Ну, вот, все-таки советская классика ее, ну, может, вот только Булгаков был, да? Вот, и вот теперь у нас появляется Шукшин. Очень-очень интересный автор. Тем более, что у нас приближается юбилей Шукшина. И не открою секрет или открою, не знаю, но мы работаем с Москвой, с большими гастролями. Мы договорились с театром алтайским драмы об обмене следующей осенью. Мы ждем и их гостя, а мы едем туда, и я. Надеюсь, что мы побываем на родине Шукшина в том числе, с тем, чтобы ребята могли как-то почувствовать атмосферу, место, атмосферу жизни Василия Макаровича. И, возможно, этот спектакль «Калина Красная» войдет в репертуар, который вы повезете, собственно, туда, да? Это невозможно, это обязательно. Собственно говоря, мы уже репертуар согласовали и с их стороны, и с нашей. Вот, у них в это время как раз в честь юбилея будет проходить фестиваль. Ну, и мы так на хвостик этого фестиваля тоже присядем сразу после. Будем ждать тогда результатов этого обмена, посмотрим сами. Мы надеемся, что нас Москминкульт России поддержит в этом отношении, и у нас все состоится. Тем более, мы планировали это в этом году, к сожалению, не получилось. Ну, тогда будем ждать в следующем, будем ждать этого решения. Я, как зритель, от себя хотела бы задать вопрос, пользуясь случаем. Меня сильно впечатлил спектакль о женщинах Есенина, возможно, потому что он документальный. У меня есть интерес к подобному жанру. Зрители, которые были на грозе, я, к сожалению, на ней не была. Я слышала только восторженные отзывы, очень положительно публика восприняла это произведение. И вот вы сказали уже о том, что сейчас вы работаете с материалом советских писателей, есть у вас уже охваченный период пораньше. Вот у меня два вопроса. Будете ли вы продолжать охватывать период пораньше, вот то, что полюбилось уже, да, там, вот, Островского материала? И второй вопрос. Будете ли вы, есть ли какие-то понимания, возможно ли воплощать документальные некие спектакли в театре драмы? Ну, я бы не сказал, что это произведение документальное, да, хотя там много элементов документалистики, начиная со входа, когда у нас идут кадры, да, там Есенинский голос, Есенин, там, мать Есенина говорит. Поэтому, да, все-таки режиссер взяла этот материал, она как бы использует это как принцип и попыталась это сделать. Собственно говоря, Валентина Любичева, она брала этот материал как экспериментальный на фестиваль. Ну, а потом я его посмотрел, ну, и возникла мысль его ввести в репертуар, потому что, ну, действительно, материал так полюбился зрителю, да. У нас он очень хорошо идет, этот спектакль, людям нравится. Ну, все-таки, конечно, человек хочет почувствовать фактуру, почувствовать живого человека, да, его нервы, какую-то вот его плоть и жизнь, да, и вот эти элементы, что она ввела, они придают какой-то действительно достоверности и документальности. Это, правда, нравится. Но ведь в каждом спектакле свои приемы. Вот Валя в данном случае использовала эти. Использовала их очень удачно. И, слава Богу, молодец. Это все будет зависеть от режиссера, да, вот появляется режиссер, появляется там название. Он ищет решения, да, в одном случае это работает на пользу, да, в другом нет. В одном случае технологии работают на пользу, в другом нет. Я не большой любитель подмены жизни духа технологиями. Технологии, с моей точки зрения, это просто инструмент поддержки. И иногда они мешают, иногда они раздражают, отвлекают от содержательной стороны, от сути. Иногда помогают. Тут все ведь вопрос баланса, да, вопрос таланта режиссера, насколько точно он доходит место и точку приложения, да, документалистики ли, там, технологиям ли. Все зависит от материала и от человека, который за этот материал взялся, насколько он умеет найти точное творческое решение. Николай Иванович, спасибо вам большое и всему театру драмы за то, что бережно обращаетесь с материалом, а мы с удовольствием ходим и смотрим на вашу интерпретацию этого материала. Спасибо вам. Пользуясь случаем, зову вас и зрителей к нам в театр. Мы, поверьте, вас любим и всегда ждем. Спасибо вам большое. Я напомню, у нас в гостях был Николай Евсеенко, директор и художественный руководитель Хабаровского краевого театра драмы «Заслуженный работник культуры России». Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал КХВ-ТВ. Если вы что-то пропустили, то все материалы и этот эфир в том числе можете посмотреть на нашем сайте хабаровск-тв.ру. Я, Полина Овчаренко, прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»